Добрый день дорогие друзья! Я рад вас видеть у себя в гостях на канале Виталия Рафеева. Сегодня наша тема о самооценке. Так как в предыдущем видеоролике я ударение большое сделал на самооценку, которая помогает девушкам, женщинам определиться в своих отношениях с мужчиной, то сегодня этому вопросу я хотел уделить больше внимания, самооценке. И себе на помощь я позвал вот этих замечательных сказочных друзей. Сказка такая интересная и я думаю вы ее читали в свое время о Винни-Пухе. На примере этого ряда героев мы очень хорошо можем проиллюстрировать уровни самооценки. Когда наш герой Ослик имеет заниженную самооценку, следом за ним следует Пятачок, поросенок, который имеет низкую самооценку. Затем идет герой Винни-Пух, который имеет среднюю самооценку или часто говорят адекватную самооценку. Далее мы видим героя сказки Кролика, который имеет уже высокую самооценку и завышенную самооценку имеет сова. Если перед собой вы поставили такой вопрос о самооценке вследствие каких-то жизненных обстоятельств, событий и тому подобное, и вы считаете, что ваша самооценка недостаточная, допустим низкая, как вам говорят, вы хотите повысить самооценку, то в первую очередь вам надо определиться на каком уровне самооценки вы находитесь. Чтобы определить на каком уровне самооценки вы находитесь, вам необходимо определиться с инструментом, с помощью которого вы можете определить такой уровень. И таким инструментом должен быть независимый инструмент. Независимым инструментом у нас является время. Поэтому часто говорят, что время лечит, время исправит, время покажет и тому подобное. И мы должны использовать инструменты, которые созданы на основе времени. Так как у вас на настоящий момент времени недостаточно, чтобы определиться со своей самооценкой. И поэтому мы прибегаем к инструменту самооценки, созданной на основе времени. Допустим, такая широко популярная и известная проблема внешнего вида нашего тела. Внешний вид нашего тела мы можем очень легко измерить с помощью независимых инструментов, созданных на основе времени. Это инструмент, мы называем его весы, то есть килограммы, граммы. И следующий инструмент метры, сантиметры с помощью инструмента линейка, метр, как мы его называем. Во всех этих категориях самооценки данные инструменты, весы, метр, сантиметр, будут иметь объективные показатели. Таким образом, в части определения вашего состояния самооценки относительно вашего тела, к примеру. И приходим к определенным выводам. Эти выводы показывают нам, на каком уровне самооценки мы находимся. Нашей внешности. То есть мы оценили свою внешность сами, независимо от других мнений других людей. Я эту тему хотел развернуть вам по-другому показать. Секрет показать один. Тема. На самом деле вопрос самооценки возникает только в одном случае. Если вы в какой-то момент времени в своей жизни отказались от использования независимого инструмента определения самооценки. Либо на тот момент времени в вашей жизни самооценка вас не удовлетворила. И вы от нее отказались. Таким образом, вы прервали внутри себя цепь самооценки. То есть цепь движения независимого инструмента. Независимым инструментом в вашем мире является время. Время вашей жизни. То есть ваше движение по жизни определяется временем. И когда вы отказываетесь от тех или иных фактических, объективных оценках себя, поступка, вашего внешнего вида, ваших действий, ваших качеств, ваших знаний и тому подобное. Вы говорите, нет, это причина не во мне, это причина во внешних обстоятельствах и тому подобное. То вы прерываете движение времени. Вы нарушаете ход времени внутри вас. А время, как я вам говорю, это независимый инструмент измерения вашей самооценки. Как только вы один раз это сделали, нарушили движение времени внутри себя, после этого вы попадаете в эту ситуацию. Ситуацию, когда у вас проблема возникает на уровнях самооценки. На самом деле, никакой самооценки вот таких не существует. Это в сказке только существуют такие ступени. Утром человек, я могу себя ощущать вот так. У меня высокий, завышенный уровень самооценки. А к обеду, я могу быть вот таким счастливым, пузатым, довольным. Вы понимаете? А к вечеру моя самооценка может вообще упасть вниз. Понимаете? Потому что я пропускаю через себя все самооценки. Я их всех допускаю. Все допускаю. И причина этой самооценки является я сам. Нет на стороне никаких причин, влияющих на меня, на мою самооценку. Я являюсь причиной этой самооценки. Я там плохо выспался, я чего-то не выучил, какие-то уроки не выучил. Я не сдал экзамен по этому. И самооценка моя всегда зависит от меня самого. Поэтому я не перекладываю на кого-то, на причины во внешнем обстоятельстве. Что причина находится во внешнем обстоятельстве. Как только вы причину перенесли во внешнем обстоятельстве, вы оказались на каком-то уровне сразу. И вы где-то затормозились здесь. Соответственно, дальнейшая ваша жизнь создается с такими проблемами. Вы находитесь на этом уровне, этот уровень вы сбили, сбили внутренние часы. Внутренние часы сбили, времени, движение времени. Поэтому вы обращаетесь к каким-то семинарам, к каким-то источникам, к каким-то тренингам, на которых вас учат, как повысить вашу самооценку. Или как понизить вашу самооценку. Причина, которая находится глубоко в вашей жизни, вы ее не расскажете на семинаре никому. Вы психологу даже не расскажете. Потому что она для вас, эта причина, недоступна. Вы ее не знаете. Потому что вы закрылись, вот здесь закрылись на этом уровне. Вот закрылись здесь, естественно, здесь находитесь. Вы не можете время пустить сюда. Поток времени. Время в себе, независимое движение инструментов. Из измерения вашей самооценки, причины ваших действий, ваших поступков, вы не можете пустить сюда. Эти все уровни, они как бы виртуальные, они как бы придуманные. И поэтому, когда вам говорят, так, вы повысите свою самооценку, повысите ее самооценку, если будете любить себя, будете любить себя, кем вы станете? Вы станете вот таким товарищем. Вы станете вот этим медвежонком, пухом. Вот он любит себя, медвежонок этот. Он говорит, ловьми, люби себя, люби себя, и ты станешь медвежонком. Еще чему учит? Еще учит стать таким пятачком, поросенком, который что делает? Я люблю пятницу, я люблю медвежонка, я люблю своего кумира, он говорит. Вы станете вот таким поросенком, если будете любить своего кумира. Вы модель примените, когда модель повышения своей самооценки с помощью постановки перед собой какой-то цели, какого-то образа. Создали вот образ этого поросенка на образе медведя, да? Он его друг. Потом он подражает ему, он дружит с ним всячески. Поросенок тратит свое время на медведя, понимаете? Не на себя, не на свою жизнь. Если вам говорят повысить свою самооценку с помощью развития своих талантов, талантов, то есть вот здесь я талант, то есть высокая самооценка, говорят вам развивайтесь, занимайтесь саморазвитием, там занимайтесь. Вот на этом этапе. Опять же, вы, что происходит у вас? Если вы начнете заниматься саморазвитием своих талантов, это замечательно, конечно, общество это приветствует. Но, тем не менее, вы тормозитесь, вы не можете вниз спуститься, вы не можете наслаждаться жизнью вот здесь, как этот медведь. Вы не можете объективно разглядеть себя, чтобы опуститься сюда вниз. Вы хотите, чтобы увидеть себя здесь, надо опуститься сюда вниз. Или вы достигли высшего уровня такого, уровень я, то есть вот он, здесь уровень эгоизма, я, достигли завышенная самооценка вот у этой совы. Она мудрая там себя считает, не может отличить шнурок от хвоста. Это все этапы придуманные, они в сказке находятся, но в сказке вы можете увидеть об их существовании. А в жизни ваши проблемы находятся не в вашей самооценке, а в том, что вы отказываетесь от тех или иных событий, от тех или иных мероприятий, в которых вы участвовали. И которые дали вам увидеть, осознать собственный уровень, самооценку увидеть свою. И вы говорите, нет, я не такой, я на самом деле, я другой, я круче, я сильнее, я красивее, вы думаете, правильно? И вы отказываетесь от этой самооценки. Вы можете себя любить, можете себя любить, не вы станете, вот таким пухом станете раздутым. Вы будете кушать мед, съедать подарки все, да? Вы можете создать и кумиру, можете создать, и ему, если его следовать, к примеру, действовать, как он одеваться, как он там, быть похожим на него. Но это будет не ваша самооценка, это будет его самооценка. Поэтому, друзья, я вам сегодня рассказываю о самооценке с целью помочь вам повысить свою самооценку, да? С одной стороны. С другой стороны, я попытаюсь вам помочь понизить вашу самооценку, правильно? С третьей стороны, я хочу, чтобы вы понимали, что все события, все, что с вами происходит, когда вы объективно подходите к пониманию собственной самооценки, вы видите себя, какой вы есть. И если вы недовольны этим, не надо от этого отказываться, не надо от этого отказываться. Это нормальное движение внутри вас, независимого инструмента. Независимым инструментом является время. А время вашей жизни, понимаете, если вы говорите, вот я сейчас на себя смотрю со стороны и говорю, да нет, я еще молодо выгляжу. На самом деле, я не молодо выгляжу, объективно. Я соглашаюсь с тем, что я выгляжу старше. Объективно для своего возраста. И это самооценка. Самооценка помогает мне двигаться. Вот здесь видеть свои таланты, видеть свою мудрость, видеть свою любовь к себе, видеть свою любовь к другим людям. И видеть свою, все это видеть из нижней точки и из выше точки видеть. Понимаете? Ваша самооценка, да, она понизилась самооценка. Её надо принять эту самооценку. Её надо принять и начать сюда возвращаться. Мудрости набираться. Набираться искать свои таланты, любить себя, искать кумира какому-то подражать. Это надо делать все одновременно. Не какие-то уровни самооценки необходимо подниматься, как говорят, да? Нет. Вот это все надо делать одновременно. Одновременно быть мудрым, одновременно искать таланты себе, одновременно любить себя, одновременно кумира себе создать на кого-то похожего, да? Одновременно находиться в самой низшей точке самооценки, чтобы увидеть ноль свой. Куда вы поднимаетесь? Движение вот это увидите. Нигде вот здесь не надо смотреть. Поэтому, дорогие друзья, я прошу вас обратить внимание на самооценку, на повседневное состояние. Понимаете, это повседневное состояние самооценка. Утром у вас одна самооценка, в обед другая самооценка, вечером третья. Ваша самооценка зависит только от вас. От вашего отношения к жизни. Движения жизни внутри вас. То есть, дорогие девчата, дорогие ребята, я сегодня попытался вам объяснить, что ваша самооценка на разные моменты жизни, когда у вас возникает такой вопрос о самооценке, вам необходимо вернуться в ваше прошлое обязательно и подумать о вашем будущем. Спасибо вам. Лайкайте, если понравилось. Если не понравилось, то тоже лайкайте. Подписывайтесь. Пишите в комментариях, если что-то непонятно. Я вам объясню без проблем. С вами был я, Виталий Ерофеев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok